Здравствуйте! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но возможно осталось незамеченным в студии Юлия Зыкова. Берегись автомобилем! Сразу две аварии с участием пешеходов произошли сегодня утром в Советском районе. На перекрестке улицы Верхоружии Максима Богдановича под колеса иномарки попалась 17-летняя девушка. По словам очевидцев, она пересекала дорогу на красный сигнал светофора. Еще один наезд на пешехода произошел на улице Сурганово. 14-летнего подростка автомобиль сбил на нерегулируемом переходе. Оба пострадавших госпитализированы. Американские горки на бульваре Шевченко, белоснежный мейкап на площади Бангалор и летняя пастораль на улице Волгоградская. Интересные подробности этого дня не упустила наш дежурный по городу Ольга Мытник. Чудеса благоустройства. Зеленую зону на бульваре Шевченко закатали буквально по-живому. Пешеходов ставят в тупик странное расположение импровизированного тротуара. С виду дорожка больше похожа на американские горки, да и место не совсем удачное. Вплотную к кирпичной стене. Тем более по соседству есть полноценная пешеходная зона. Так что желающих пройтись по чудо-дорожке пока нет. А вот оценить уличное ноу-хау хоть отбавляет. Никогда бы я по ней не пошла и вообще считай какая-то глупость непродуманная. Отмостки всегда вдоль дома асфальтом заливаются для чего? Чтобы под поддамин вода не затекала. Так что не удивляйтесь, вот эта отмостка сделана для того, чтобы не затекала вода. Пангалор снова разлинеяли. Свежая разметка появилась на круговом движении. На этом оживленном участке уже не первое видоизменение за год. В феврале два пешеходных перехода оснастили светофорами. Весной еще 12 уличных гаджетов установили на всех выездах с круга. Тогда же нанесли и новую разметку. Сейчас белые полоски обновили. На такие перемены дорожные службы пошли, чтобы избежать пробок в часы пик и упорядочить транспортный поток. Благодаря белоснежной разметке рядность движения очевидна и прибегать к глазомеру при маневрировании не приходится. Все эти нововведения для того, чтобы организация дорожного движения на площади Бангалор была еще более понятна нашим водителям. И с учетом новой организации дорожного движения мы делаем достаточно положительные выводы. Потому что аварийность здесь сократилась в полтора раза, а интенсивность транспортного потока увеличилась на 30%. Конечно, за эти месяцы водители привыкли к новой организации дорожного движения, оценили по достоинству. И, конечно, это все положительно сказывается на безопасности дорожного движения. Сельское постарали в каменных джунглях. Молодые художники продолжают покорять столичные малоэтажки. На этот раз в поле зрения студентов Академии искусств попал дом на улице Волгоградской. Мольбертом послужили стены первого этажа. И пока город готовится к первым морозам, здесь царит вечное лето. А начиналось все, казалось бы, с мелочи. Живых цветов на окне и желание раскрасить серые будни. Теперь в таком уютном подъезде только приговаривать. Красиво жить не запретишь. Рисунки у нас появились где-то около месяца назад. В принципе, рисунки очень радуют глаз. Кажется, что вот опять наступило лето. В принципе, подъезде как-то, мне кажется, даже больше начали поддерживать чистоту. Дети не трапают об стенки вроде бы как бы. Может быть, пока временно, но в принципе, очень довольны. Ваше видео, факты, звонок могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайт ctv.by в разделе форум. Звоните по телефону горячей линии единица 600-700. И помните, нам важны подробности. Добрая традиция. Праздник двора «Мир нашему дому» собрал жильцов улицы Гинтов. Там, на концертной площадке ветеранского дворика, для жителей микрорайона выступили детские коллективы. И даже дождливая погода не смогла испортить настроение. К слову, тематические встречи жильцы организовывают несколько раз в год. Сегодняшний праздник приурочен ко дню Октябрьской революции. Мы с праздником приезжаем сюда. Как правило, собирается очень много ветеранов, очень много пожилых людей, собирается очень много детей. И вот для них программа у нас носит такое общее название «Мир нашему дому». На все праздники, какие бывают в году, мы проводим все мероприятия на этом ветеранском дворике, который нам организовал и построил наш район первомайский. Мы счастливы и благодарны им. Наши жители очень довольны. Смена ориентира. Еще две улицы в центре города, Комсомольская и Революционная, станут пешеходными. Проезд по ним будет разрешен только спецтранспортом. По замыслу архитекторов улицы стилизуют под XIX век. Здесь установят скамейки и фонари, соответствующие духу того времени, откроют сувенирные лавки, повесят ретро-вывески, а также полностью заменят внешние инженерные сети. Строительные работы планируется завершить к маю следующего года. И, конечно, здания будут реконструированы по историческим справкам в соответствии с комплексными научными исследованиями. То есть будет создан облик, конечно, приближенный к той эпохе, когда они были построены. Я думаю, что до конца 2014 года в основном работы должны быть завершены. Доехать с ветерком и максимальным комфортом. Сегодня открылось восьмиполосное движение на улице Ташкентской. Теперь жители микрорайона Чижовка смогут вернуться к привычным маршрутам. В октябре специалисты завершили укладку асфальта и нанесли разметку. Напомним, что масштабные работы по реконструкции магистрали начались еще в 2011 году. За это время на участке дороги от улицы Крупской до Убаревича построили три подземных пешеходных перехода. Тренды выходных – яркие зонтики и дождевики. Правила диктует Небесная канцелярия. Подробности узнаем у главного специалиста по метеопрогнозам Дмитрия Рябова. В предстоящие выходные в нашей столице сохранится такая теплая погода. Среднесуточная температура воздуха прогнозируется на 5 градусов выше климатической нормы. Но, к сожалению, погода ожидается сырой и дождливой, поэтому жителям нашей столицы без зонтиков не обойтись. В субботу ожидается ночью утром дожди, днем кратковременный дождь. И температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9, и днем плюс 9, плюс 11 градусов. В воскресенье ожидается такая очень ненастная и дождливая погода. Временами ожидается дожди, днем по городу прогнозируются сильные дожди. И температура воздуха ночью ожидается 6-8 тепла, и днем плюс 8, плюс 10. И в начале следующей недели в нашу столицу поступает более такой свежий воздух из Балтийского моря. И температура воздуха немного понизится, и ожидается плюс 5, плюс 7. Но, к сожалению, без кратковременного дождя не обойдется. Несмотря на такую вот ненастную и сырую погоду, желаю всем солнечного позитива и настроения. Не забывайте зонтики. Удачи и берегите себя. Не сорвет ли погода планы Минча на выходные? Чем горожане займутся в этот уикенд, наши корреспонденты узнали в традиционном пятничном опросе. Планирую гулять с друзьями, скорее всего. Может, куда-нибудь погулять, ходим или в кино. Буду отмечать свой день рождения. У меня в субботу день рождения. Вот сейчас иду поискать, где можно с друзьями посидеть, с детьми. Хочу расслабиться, хочу отдохнуть, побыть на природе, пообщаться с природой, с людьми. Я работаю с 7 до 11, а вечером я приду домой, обниму девушку и в основном смотрю. Я буду готовиться к зиме и буду колоть дрова. На выходных я буду готовиться к сессии дома. Некогда, понимаешь, такая погода и такие обстоятельства, что нужно работать и учиться. Я буду наслаждаться погодой. Осенней, прекрасной погодой. Новые городские подробности в понедельник в это же время. В студии новостей, которая всегда рядом, работала Юлия Зыкова. Хороших выходных и до встречи.